Прибалтийский маневр Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных. 19 апреля 2019 года, 9.33 Роман Шимаев 23 апреля в Эстонию прибудет подразделение вооруженных сил Франции. Около 300 человек личного состава, а также 5 танков и 13 боевых машин пехоты будут размещены примерно в 140 километрах от российской границы. Отмечается, что маневры проводятся в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия в странах Балтии и Польши. Кроме того, ранее Великобритания перебросила в Эстонию пять ударных вертолетов «Апачи» и 110 военнослужащих для противодействия угрозе со стороны РФ. Между тем, накануне президент России Владимир Путин на встрече с эстонским лидером Керсти Кальюлайт назвал абсолютно безосновательными опасения Эстонии и других стран региона относительно российской угрозы. Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение вооруженных сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польши. Об этом говорится в сообщении посольства Пятой Республики в Таллине. В Эстонию отправится 300 военнослужащих, представляющих вторую бригаду французской армии и отряды иностранного легиона. Кроме того, в Прибалтийскую страну по железной дороге доставят военную технику, в частности пять танков и 13 боевых машин пехоты. Отмечается, что французская дивизия будет развернута в Эстонии до конца августа, а местом ее дислокации станет город Тапа, который находится примерно в 140 километрах от российской границы. «Мы очень рады возможности работать с нашими союзниками и улучшать нашу совместимость», — говорится в заявлении одного из членов подразделения, майора по имени Марк Антуан. Отметим, что в эстонских уездах Лаэнь-Виру-Мая и Ида-Виру-Мау с 29 апреля по 17 мая пройдут крупномасштабные учения «Весенний шторм-2019». Киватол, 2019. В общей сложности в маневрах задействуют около 9 тысяч военнослужащих из 15 стран, членов НАТО. Также по теме. Плацдарм для давления и угроз. Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку, Великобритания передислоцировала в Эстонию вертолеты «Апачи» и 110 военнослужащих особой воздушной службы. Как сообщил министр обороны. Ранее Великобритания направила на эстонскую авиабазу «Эмари» пять ударных вертолетов «Апачи» и 110 военнослужащих особой воздушной службы для противодействия очень вероятной угрозе со стороны России. В мае Соединенное Королевство намерено перебросить в акваторию Балтийского моря еще порядка двух тысяч военнослужащих в рамках учений НАТО «Защитник Балтики» 2019. В посольстве РФ в Лондоне охарактеризовали такие шаги как очередную намеренную провокацию и стремление Британии в своих интересах поддерживать тему агрессивной России. Воспринимаем очередной антироссийский выпад Гвину и Лимсона, министра обороны Великобритании. А.Т. Как еще одно доказательство того, что основное внимание НАТО сфокусировано на борьбе с мифической угрозой с Востока, в чем нас активно пытаются разубедить с высоких натовских трибун, говорится в заявлении Депмиссии. Российские дипломаты подчеркнули, что Североатлантический альянс может назвать своим достижением милитаризацию Европы и нагнетание напряженности, что противоречит главной задаче любого военного блока, связанной с обеспечением безопасности жителей стран, членов объединения. Ранее А.Т. писала докладе Атлантического совета, Американского аналитического центра, призвавшего страны НАТО увеличить оборонные расходы и восстановить боевой образ мышления, в том числе и за возрождение России как стратегической угрозы. С соседями принято дружить, что обсудит Путин и президент Эстонии на встречу в Москве в четверг, 18 апреля, Владимир Путин проведет переговоры с президентом Эстонии Керсти Калюлайт, которая прибывает в Россию с рабочим. В этой связи главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах. По словам российского лидера, у Москвы и Толлина есть множество общих интересов, в том числе и относительно Балтийского моря. Путин также назвал абсолютно безосновательными опасения стран Балтии относительно российской угрозы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта тема искусно подогревается со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков. «Россия никогда не представляла и не представляет угрозы никому из своих соседей», – заявил Песков в интервью Первому каналу. Отметим, что в марте служба внешней разведки Эстонии выпустила доклад, в котором назвала Россию единственной серьезной угрозой безопасности в регионе. Москва якобы готовится к полномасштабному конфликту со странами НАТО. Поздний ежегодный отчет представила полиция безопасности Эстонии, которая также заявила о якобы намерениях российской стороны ослабить сложившуюся систему ценностей и основных прав и свобод общества. Кроме того, РФ якобы вербует молодых эстонцев посредством реализации гуманитарных и образовательных программ. В посольстве России в Таллине заявили, что власти страны таким образом пытаются искусственно нагнетать антироссийские настроения в обществе. «Мы вновь видим попытку запугать эстонское население, которому вбивается тезис о враждебности восточного соседа, об опасности экономических, образовательных и мещеловеческих контактов между нашими странами и народами», – говорится в заявлении пресс-службы посольства России в Facebook.